Иное измерение русской культуры. Глеб Иванович Успенский. Кому жить на Руси хорошо? Письмо в редакцию. Читает Евгений Бразов-Брюшбурский. В 662-м номере Нового Времени господин Незнакомец, рассказывая о своем знакомстве с покойным Николаем Алексеевичем Некрасовым, говорит, между прочим, о том, что Николай Алексеевич возлагал большие надежды на свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» и сожалел, что болезнь не дает ему окончить этого труда, сожалел потому, что именно теперь, в дни недуга, весь ход поэмы выяснился ему как нельзя лучше и шире. «Начиная поэму», — говорил Николай Алексеевич, «я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала». Об этой поэме раза два приходилось беседовать с Николаем Алексеевичем и пишущему эти строки. Действительно, Николай Алексеевич много думал над этим произведением, надеясь создать в нем народную книгу, то есть книгу полезную, понятную народу и правдивую. В эту книгу должен был войти весь опыт, данный Николаем Алексеевичем изучением народа, все сведения о нем, накопленные по собственным словам Николая Алексеевича, по словечку в течение двадцати лет. Однажды я спросил его, «А каков будет конец? — Кому на Руси жить хорошо? — А вы как думаете?» Николай Алексеевич улыбался и ждал. Эта улыбка дала мне понять, что у Николая Алексеевича есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и чтобы вызвать его, я на удачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев. «Этому?» — спросил я. «Ну вот, какое там счастье?» И Николай Алексеевич немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мною счастливца. «Так кому же?» — переспросил я. И тогда Николай Алексеевич, вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой, «Пьяному!» Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням — Горелову, Неелову и тому подобное. Деревни эти смежны, стоят близко друг от друга, и от каждой тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, подпоясанного лычком, и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо. Это окончание поэмы в литературных кругах известно по всей вероятности не мне одному. Сообщаю его для провинциальных читателей. Читано по изданию полное собрание сочинений Глеба Успенского, издание шестое, том шестой, Санкт-Петербург, издание товарищества Маркс, 1908 год.